По конфликтной ситуации я считаю, что правоохранительные органы разберутся, поданной землей, где все-таки будут разбираться компетентные органы. Алексей Анатольевич, у меня тоже вопрос для него, как он здесь появился и вообще откуда он взялся в данной конфликтной ситуации. Я на сегодняшний день являюсь собственником опасного стратегического объекта, который зарегистрировал как на хранение ГСМ для СВО. Много я, тем более на камеру, не могу говорить, поэтому я несу определенную ответственность за данный объект и за хранение того ГСМ, который там хранится. И считаю, что никаких видеороликов, никаких поездок на машинах, никаких шоу на опасных стратегических объектах не должно быть, тем более в настоящее время, во время проведения специальной военной операции. И мне очень обидно, что наши товарищи, коммунисты, поддерживают такие мероприятия, которые проходят на объектах опасных стратегических. Причем здесь, в этот момент, 30 января, была сорвана отгрузка гуманитарной помощи нашим ребятам. В 9 часов нас ждали в военной части в связи вот с этим шоу, которое устроили. Еще сейчас правоохранительные органы разберутся, подстроено это или не подстроено. Они разбираются все и разберутся обязательно. Виновные будут наказаны. Но мы все равно отгрузили гуманитарную помощь в 12 часов ночи, и она с военным портом ушла. Мы выполнили свое задание. Я считаю, как граждане и наши ребята получили все. Да что ты, черт побери, такое несешь? Хочу добавить, что впредь до 30-го числа никаких таких происшествий на заправке не проходило. И после 30-го. То есть я считаю, что приравниваю эту ситуацию вообще к диверсии со взрыв от гуманитарной помощи Коскалыванского района жителями. И Алексей Анатольевич, я все поддерживаю.